Альберт, зачем лампочку мучаешь? Нервничаешь? Очень. А почему нервничаешь? Я шпаргалки дома забыл. И что? Наизусть теперь решил все выучить? Я бы рад, но не получается. Тут нужен такой объем книг. Их, конечно, здесь в достатке, но тем не менее, как говорила моя учительница, перед смертью не надышишься. Слушай, сегодня не первая игра. Как тебе участники? Что думаешь? В том-то и дело, что, судя по анкетам, сегодня как раз-таки самая сильная четверка, на мой взгляд. Попробую заболтать. Добрый день. Я приветствую всех любителей и знатоков истории на традиционном месте в студии историко-культурной игры «Тархан», участники которой по-прежнему продолжают сражаться за право поступления в Казанский федеральный университет по направлению истории тюркских народов Института международных отношений. Эту игру мы будем проводить с седьмой четверкой игроков. Встречаем. Фанис Сафаров, Ильзира Сиразиева, София Бальбекова и Камилла Садрадзинова. Я хочу сказать, что история занимает достаточно важное место в моей жизни. И мне нравится этот предмет, но я пока не могу сказать точно, как я ее свяжу в дальнейшем со своей жизнью. Я олимпиадница по искусству, также являюсь призером регионального этапа и интересуюсь историей, и планирую поступать в КФУ на международный этап. Замечательно. Вы пришли по адресу, София. Вам в этой игре будут помогать наши эксперты. У нас сегодня два кандидата исторических наук, два доцента кафедры истории Татарстана Высшей школы исторических наук и Всемирного культурного наследия Института международных отношений Казанского федерального университета. Хайдаров Тимур Фаритович, наш постоянный эксперт. И мы приветствуем Авзалова Ленара Фергатовича. Мы переходим к первому этапу нашей сегодняшней игры. Это электронная викторина. Это вопросы, у которых на выбор вам будут предоставлены четыре варианта ответов. Первый вопрос. К какому правителю ездили булгарские миссионеры с предложением принять ислам? Святослав Игоревич, Владимир Святославович, Иоанн Цимихский, Каган Иосиф. Элизиря, сэзным живоп. Я ответила на второй, выбрала Владимира Святославовича. Так как именно после утверждения ислама государственной религии в Волжской Булгарии, скажем, делегация приехала именно к Владимиру Святославовичу и предложила ему принять данную религию. Действительно, правильный ответ Владимир Святославович. Что ж, переходим ко второму вопросу. После смерти хана Джанибека на Золотардынском престоле утвердился его сын. Укажите его имя. Бердибек Мамай Абдаллах Кильдибек. София, вы выбрали ответ. Абдаллах. Кто полагался на интуицию в ответе на этот вопрос? Я. Фанис. Да. Любопытно, что интуиция вас не подвела, и вы единственно верно ответивший участник. После смерти Бердибека в Золотой Орде начинается так называемая Великая Замятня. Это период усобиц, который продолжался в течение 20 лет. И вот после смерти Джанибека на престол взошел Бердибек. И он правил совсем недолго. Всего лишь два года. Это вот с 1957 года, с 1357 года по 1959 год. И после его смерти начинаются вот такие очень тяжелые времена для Золотардынского государства. Итак, вопрос номер три. Как звали последнего главу мусульманского духовенства Казанского ханства, героически погибшего при обороне города в 1552 году? Буйурган, Бураж, Кулшариф, Мансур. Да, все участники ответили правильно. Это был Кулшариф. Аплодисменты. Мы переходим к следующему вопросу. В 1758 году в Казани была открыта архиерейская славяно-латинская школа, духовная семинария, татарская учительская школа, первая мужская гимназия. Ответы поступили 50 на 50. Что ж, Камилла, ваш ответ? Я выбрала номер два. Номер два – это духовная семинария. София, ваш вариант ответа? Четвертый. Первая мужская гимназия. Там Петр Первый многие реформы проводил про образование, и тогда уже больше было светское развитое образование. У вас хорошая логика, хорошее познание. Вы ее использовали абсолютно верно. Это правильный ответ. Первая мужская гимназия. Правильно ответили София и Ильзира. Вопрос номер пять. Назовите имя казахского ученого, историка, этнографа и востоковеда, исследования которого печатались в трудах императорского русского географического общества. Чокан Валиханов, Абай Кунанбаев, Ахмед Байтурсынов, Алихан Букеханов. К сожалению, правильных ответов нет. Действительно, вопрос был очень сложным. Ответ казахский ученый, историк, этнограф, востоковед – это Чокан Валиханов. Вопрос номер шесть. Вопрос на внимание, на знание и на скорость. Как называлась первая татарская профессиональная театральная труппа? Нур Урман Саяр Ширкет. Судя по тому, как громко вы нажимаете на наши планшеты, я так понимаю, многие из вас знают правильный ответ. Камилла, ваш ответ. Я выбрала второй вариант ответа, потому что при изучении данной темы я видела это название. Ильзиля, ваш ответ. Я выбрала ответ номер три, так как труппу Саяр, именно она была самой первой профессиональной театральной труппой. И его руководителем, так скажем, был Валия Скаркамал. Единственный правильный ответ дали именно вы. Мы вас поздравляем, аплодисменты. Правильный ответ – это труппа Саяр. Вопрос номер семь. К какому виду искусства относится творчество Николая Ивановича Фешина? Литература, хореография, живопись, музыка? София, вы засветились, заулыбались. Я так понимаю, вы точно знаете ответ. Да. Вы ответили. Живопись. Живопись. Это казанский художник. В этом году отмечается его юбилей, столетие, по-моему. Я вас поздравляю с достойным прохождением первого этапа нашего конкурса. Я готов озвучить балы. Начну с наибольшего, наивысшего балла. 19 баллов набирает Эльзира. Аплодисменты. По 13 баллов у Фаниса и Софии. 6 баллов Камилла у вас. Этот тур называется «Вопрос себе». У нас существует 4 категории вопросов по теме «История, география, культура и фольклор». У каждой категории есть три уровня сложности. За правильный ответ в каждой категории вы можете получить 5, 7 либо 9 баллов соответственно. Культура за 5. Творчество какого поэта считается кульминацией тюрко-татарской литературы периода Золотой Орды? Фанис первым нажимает на кнопку. Кулгали. Это неправильный ответ. София. Кысай Юсуф. Вы назвали, ну как скажем, Кулгали написал «Кысай Юсуф». Это произведение. Да. Эльзира, ваш ответ. Сейф Сарай. Сейф Сарай. Давайте выбирать следующий вопрос. Какая категория, какая сложность? История за 5. Ваша стратегия идет по простым вопросам. Какое из ханств после распада Золотой Орды позже других вошло в состав России? Крымское. Крымское ханство. Можете пояснить ваш ответ? Ну, это вошло когда Екатерина Второй его присоединили. Присоединила Екатерина Вторая, так. Другие примерно в 16-й. В веках уже были присоединены. Я полагаю, что Фанису можно дать дополнительный балл. Наконец-таки он преодолел свое волнение и дал хороший ответ. Спасибо. 5 баллов плюс 1. 6 баллов Фанис у вас. Выбирайте категорию. География 7. Какой город в 1238 году войска хана Батыя прозвали злым городом? Можно задуматься, почему его назвали злым городом? Какой город мог настолько не взлюбиться Батыю? Чем известно? Ильзия, пожалуйста. Я думаю, что это Биляр. Биляр. 1238 год. Ну, она была завоевана в 1236 году. Но я могу сказать, что после завоевания также вспыхивали восстания народов против независимости. Ваша логика в целом понятна, но, к сожалению, это неправильный ответ. Я предлагаю дать слово нашим экспертам. Это город Козельск. Обронили его 7 недель. Погибло при этом очень много монгольских воинов. И Батыя его назвал злым городом. Я думаю, в логике Лизине можно добавить балл, потому что она показала знания. Что ж, Ильзия, правильного ответа не было, но балл заработали вы, поэтому право выбора за вами. Культура за 7. Как назывался реформированный в 1920 году арабский алфавит, который наиболее полно отвечал потребностям татарского языка? Арабский алфавит, реформирован фонист? Затинский алфавит. Это неправильный ответ. Ильзия? Может, элиф? Вы очень близки. Я предлагаю передать слово экспертам. Действительно согласен. Может быть, вопрос сложный. Здесь у нас ответ яма имля. Дело в том, что татарский народ использовал разные алфавиты. С принятием ислама мы стали использовать арабскую графику. И пользовались этой графикой, слегка модернизированной, до 1920 года. И в 1920 году были добавлены новые знаки. И вот этот алфавит, модернизированный алфавит, мы использовали до перехода на латиницу. Спасибо большое. Правильного ответа не прозвучало. Это не страшно. Идем дальше. Выбор за вами, Эльзия, пожалуйста. Фольклор за пять. Фольклор у нас скрывает тюркские загадки. Встречаются замысловатые. Маленькая девочка много тканей вокруг талии обмотала. София. Могу предположить, что это катушка с нитками. Катушка с нитками. Если мы немножко углубимся в этнографию и немножко уйдем в веках назад, отмотаемся. Может быть, войлок, войлочная. Войлок. Вы перескочили технологический процесс. Ну, вот, может быть, действительно нынешнему поколению отгадать эту загадку очень сложно. Потому что в быту, я думаю, они этот предмет не встречали. Но, вот, по крайней мере, я помню, что моя бабушка всегда пользовалась веретеном. Орщак. Но, в общем и целом, логика Софии была верной и правильной. Я думаю, можно ей дать баллы за такой ответ. Я думаю, 5 баллами можно подержать. Фольклор 7. Возьмешь в руку, залязгает зубами. Металлическое орудие труда, которое при использовании начинает лязгать. Правильного ответа нет, к сожалению. Это были ножницы. Что ж, София, пожалуйста. География 5. Из серии «Так себе география» назовите древний город на правом берегу реки Архон, столицу Монгольской империи в 13 веке. Архон, Монгольская империя, 13 век. Ельзира, пожалуйста. Я, конечно, сейчас могу ошибиться, но... Можете, это не страшно. Переведите на татарский язык слово «сажа». Переведите на татарский язык слово «сажа». Я объявляю баллы за два конкурса. Начинаю по традиции с наибольшего. 27 баллов набирает Ельзира. Аплодисменты. 19 баллов набирает Феннис. 18 баллов набирает София. И 6 баллов пока у Камиллы. Книга – это самое чудесное творение человеческого ума. В ней опыт многих поколений. Книги ответят на все волнующие тебя вопросы. С ними ты, как с самым лучшим другом, чувствуешь себя свободно и тепло. Вот и в нашем третьем конкурсе мы предложили участникам испытать частичку душевного тепла и просто почитать вслух. Как и в прошлых программах, у них на выбор три книги. Сборник стихов «Лунные вечера» поэта-сатирика Гамиля Авзала. Сборник рассказов и повести народного писателя Амирхана Яники. И поэму Кайсай Юсоф, средневекового поэта Колуали. Я предлагаю, Камилла, начать с вас. Мы сегодня вас практически не слышали. Я выбираю Кулгали. Кулгали на русском языке. 115-я тогда. 115-я. Шестая строка сверху. Милость, почесть. От Господа все одного. Всепрощающий дарит мне благоденье. И от бед всех спасает меня самого. Лишь на Бога тебе уповать. Волю Бога Риэн ведь не может менять. Кто нарушишь решение Создателя в силах? И величие достоин лишь он. Надо знать. И Юсоф ясно понял свою здесь вину. Опечалился он за ошибку одну. Сожалея, раскаялся он перед Богом. Совершая поклон, стал молиться ему. Аплодисменты, Камилле. Сложный был текст. Я раньше уже сталкивалась с этим произведением. Я читала как-то и на татарском языке, как и на русском. 2,5 баллов. Неплохо. Интересное разделение мнений у экспертов. София, ваш выбор. Татарская, русская стопка и какая? Русская стопка. Амирхан Яники. Что ж, страница. 96-я. 96-я. Третью строчку сверху можно отчитать. Правда, мама, нас тебе будет лучше. Здесь и врача нет, и ходить за тобой некому. Как ты будешь тут одна? Добавил зять. Старушка не сразу нашлась. Что ответить? К горлу поступил комок. До слез тронул ее заботы детей. Но в то же время в душу закралось сомнение. Спасибо вам, дети. Тихо заговорила она. Напрасно беспокойтесь. Бог даст. И здесь поправлюсь. Нет, мамочка, не можем мы оставить тебя. Настойчиво возразила дочь. Увезем. Тебя лечить надо. Дом останется без присмотра. Пусть остаётся. Что с ним сделается? Соседи приглядят. Старушка больше ничего не сказала. Лишь вздохнула. У нас максимальное количество 5 баллов. 2 балла и 5. Интересный разброс опять же. Хорошо. Спасибо, София. Ну что ж. Татарская русская стопка. Татарская эмирханинники. Мене шунды егет инде біздің Петя Катов. Хамшушы егет білен хүрметлі Тамары Сергеевны біз ошықтан ошықтыра башлады. Шыннан да. Хайран қолдырлық, хам ұйландырлық хайл бейд бұ. Сізіне бәл кім нешек идіп олар тобышқаннар да қушылып кеткеннер деген сұрау бұр шейтіргандыр. Бұ қадаресі біздің шортларда шейтен үш түгел. Мұндағы қолық Борысы да бір жерге тұпланған. Борысы да бір хұжалықта үшілер, қатта топқан ерген сұңқылары да бір үк. Шулай Бұлғаш, Тамары Сергеевны білен Петінің көптен бір-бірсін көріп ерілері бек табиғы. Спасиба. Переходим к балым. 4 и 2. Спасиба. Ну что ж, эфендім. Татарске қалғали. Месырғаша көл бағаудан барсын, емдей, елған шазыр сөзіне хеш ұшанмасын. Ояп ана мегарбанлық хеш қылмасын. Бір вақытта яқша сөз етіп тұрмасын. Резеға орпа екмегі болсын емдей. Мөлік әйте, сөзігізге мен ұшандым. Резе болдым, кұлағызына сатып олдым. Хәм әш түрлі ғайба білін қобыл қылдым. Вердикт наших экспертов 3 и 2 балла соответственно. Поздравляю вас с прохождением этого конкурса. Спасибо за увлекательное чтение. 33 балла набирает Ильзира. Аплодисменты. Вы являетесь победителем сегодняшней игры. 25 баллов набирает София. 24 балла набирает Канис. И 13 баллов у Камиллы. Камилла, мы вас сегодня слышали очень мало. Вручаю вам диплом участника историко-культурной игры Тархан. Замечательную книгу. Татардуниаса. Татарский мир. На ваших поэтзах написано «Котлобулса». Поздравляем и мечты сбываются. Вручаю вам ваши мандаты на 1 четвертую финала. Еще раз вас поздравляю от всей души. Ильзира правильно сказала, что они делались из разных материалов. Пока поэтза деревянная. Если вы пройдете дальше 1 четвертой, она будет серебряная. А у финалистов она будет золотая. Желаю вам стать обладателем именно золотой поэтзы. В первую очередь, конечно же, хотелось бы поблагодарить участников за интересную игру. Я думаю, наши участники в целом показали неплохой уровень знаний. И выразить огромную благодарность организаторам такой интересной, прекрасной, полезной игры. Я думаю, у Тархана есть будущее. Спасибо за приглашение. Мы все будем вас рады ждать у нас на направлении. Надеюсь, что вы выберете наше направление. Я благодарен участникам всех без исключения. Ну и хочу сказать спасибо учителям за прекрасную подготовку. Спасибо. Это была седьмая игра одной восьмой финала. В этой игре присутствовала логика и упорство. Я надеюсь, что логика и упорство им поможет и в последующих этапах. Это была историко-культурная игра Тархан. Спасибо. До новых встреч. Вы не разочаровались в направлении истории? Будете продолжать изучение и какие-то попытки участия в Олимпиадах? Я не разочарована. Я обязательно вернусь в следующем году и более глубоко изучу историю Татарстана. Все-таки важно знать историю своего народа. Именно в КФУ я хотела бы в дальнейшем поступить. Спасибо. Желаем удачи и ждем в следующем году обязательно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!